Что нужно знать о пирометре Unite T U-T300S и как правильно измерить температуру, смотрите это видео. В этом ролике я расскажу о настройках данного девайса для получения максимально точного значения температуры измеряемого предмета. Для начала распакую упаковку с пирометром, в которой находится сам прибор для измерения температуры и инструкция. Есть место под батарейку, но к сожалению из-за ограничений по перевозке из Китая батарейка дальномер не комплектуется. Нужно будет самому позаботиться о приобретении вот такой вот батарейки на 9 вольт. Устанавливаем ее. Нажимаем на курок. И видим отображение на дисплее температуры того предмета, на который был наведен лазер. Быстро пройдусь по настройкам. Крайняя правая кнопка включает или отключает подсветку дисплея. При длительном ее нажатии включается или отключается лазер. При отключенном лазере также происходит измерение температуры. Оба режима отображаются на дисплее иконками. Средняя кнопка выводит максимальную и минимальную зарегистрированную температуру. Сбрасывается этот режим стандартным измерением длительным нажатием на эту кнопку. И последняя левая кнопка это кнопка настроек. Первая настройка это выставление коэффициента эмиссии. О нем я расскажу чуть позже. Вторая настройка это измерение в градусах или фаренгейтах. Затем идет настройка порога максимального значения температуры, при котором включается зуммер. И последняя настройка это порог минимального значения, при котором также включается зуммер. Выход из меню. Длительное нажатие на кнопку. Результат измерения температуры зависит от расстояния прибора до измеряемой поверхности. И чем дальше будет находиться пирометр от этой поверхности, тем больше будет погрешность при ее измерении. На расстоянии 300 мм диаметр измеряемого пятна составит 25 мм. На расстоянии 600 мм диаметр составит 50 мм. И на расстоянии 1200 мм диаметр пятна будет 100 мм. Другими словами, если вы будете измерять температуру на расстоянии 1200 мм, то прибор измерит среднюю температуру по всей площади диаметре 100 мм. Одним из важных параметров, которые нужно установить при измерении, является коэффициент эмиссии. Для каждого вещества он имеет свое значение. Ссылку на эту таблицу я выложу под этим видео. Также под этим видеороликом будет ссылка, по которой можно приобрести этот пирометр, если он вас заинтересовал. Сейчас я произведу несколько замеров. Измерять буду температуру воды, у которой коэффициент эмиссии, как написано в таблице, от 0,92 до 0,98. Ставлю 0,92. Температура воды 21,8 градусов Цельсия. Включаю нагрев и видим повышение температуры на пирометре. Расстояние до верхнего слоя воды ориентировочно 30 см. В процессе измерения температуры, прошу всех, кого заинтересовало это видео, поставить лайк и поддержать канал подпиской, на котором я подробно стараюсь рассказать об электронике и показать нюансы работы разнообразных электронных девайсов. Насколько необходим такой прибор каждому, решать индивидуально. Так как данный прибор может использоваться для измерения температуры удаленных и труднодоступных объектов, для измерения температуры различных движущихся частей, для обследования частей, находящихся под напряжением, для контроля в высокотемпературных процессах, в домохозяйстве и в других отраслях. Субтитры создавал DimaTorzok Вода закипела, ну и соответственно на пирометре отобразилась цифра в 100 градусов Цельсия. Проведу измерение температуры кастрюли. У железа коэффициент эмиссии от 0,78 до 0,82. Устанавливаю 0,78 и измеряю. Попробую дотронуться. Тепленько. Уберу кастрюлю и измерю комфорт. Комфорку в индукционке. Коэффициент эмиссии керамического стекла от 0,85 до 0,95. Поставлю среднее значение 0,9. Комфорка еще не успела остыть и поэтому ее температура 85 градусов Цельсия. А вот за пределами комфорки температура гораздо ниже. Также можно дотронуться и не обжечься. Здесь горячее уже 62 градуса. Все измерения можно производить в диапазоне от минус 32 градусов по Цельсию до плюс 400 градусов по Цельсию. Но для интереса я сейчас произведу замеры не изменяя коэффициент эмиссии материалов при комнатной температуре в 22 градусов Цельсия. На расстоянии 30 см навожу на ОСБ плиту гипсокартон, металлическую трубу, лист картона, МДФ, пластмассу. В общем, температура для этих материалов в районе 22 градусов по Цельсию. Но у каждого немного отличается. Поэтому, применив коэффициент эмиссии, можно добиться точных результатов измерения. А теперь, друзья, вопрос. Почему измеряя температуру жала паяльника, которая в 310 градусов, пирометр показывает температуру в районе 40 градусов? Пишите в комментариях. На этом я завершаю свой видео обзор. Спасибо за просмотр и оценку этого видеоролика. Пишите в комментариях. Основной давaki бил料 30%. ТОool igualents少а по Цельсию, которую его не прячу в регионе 40 градусов, Продолжение следует...